Привет! Меня зовут Ира. Спасибо, что вы зашли на мой канал. Сегодня в этом видео я расскажу вам, как правильно использовать глагол быть в прошедшем, настоящем и будущем временах в пяти разных конструкциях. В этих конструкциях мы также будем использовать родительный падеж, падеж 2. Если вы не помните, как правильно изменять существительное в родительном падеже, я советую вам посмотреть сначала это видео. Я оставлю его здесь, и также я оставлю внизу ссылку на это видео. Если вы уже знаете, как изменять существительное в родительном падеже, но хотите узнать о глаголе быть, не выключайте это видео. И давайте посмотрим сначала сюда. Здесь я написала, как мы изменяем глагол быть для мужского, женского, среднего родов и для множественного числа. Он – мужской род. Мы говорим он был, он будет. Она была, она будет. Оно было, оно будет. Они были, они будут. Сегодня мы не будем говорить о неодушевленных существительных, мы не будем использовать средний род – оно, но нам нужны будут формы глагола быть в среднем роде. Поэтому я для вас их написала. Итак, давайте сначала посмотрим сюда. Это первая конструкция, о которой я хочу с вами сегодня поговорить. У кого был, была, было, были, есть, будет, будут, кто, что. Здесь нет отрицания, здесь нет слова «не». Это важно. У кого – это родительный падеж или падеж два. Я буду писать так. Кто, что – это именительный падеж или падеж один. Давайте посмотрим на примерах, как мы используем эту конструкцию. У подруги был кот, была собака, было яблоко, были книги. Кот он был, собака она была, яблоко оно было, книги они были. Обратите внимание, что в этой конструкции субъект подлежащие. А это предикат, сказуемое. И давайте посмотрим пример с будущим временем. У подруги будет кот, будет собака, будет яблоко, будут книги. Будет мы используем для мужского, женского, среднего рода. Будут мы используем для множественного числа. Книги они будут. Понимаете это? Супер! Мы сейчас еще посмотрим отрицательный вариант этой конструкции, когда у нас есть слово не или слово нет. Сначала прочитаем конструкцию. У кого не было, нет, не будет, кого, чего. Обратите внимание, у кого это родительный падеж. Кого, чего тоже родительный падеж. Здесь нет субъекта, нет подлежащего, нет именительного падежа, падежа один. Поэтому мы не можем здесь использовать был, была, были. Нет подлежащего. Для этого, для этой конструкции мы используем формы среднего рода. Давайте посмотрим на пример. У подруги не было кота, собаки, яблока, книг. Здесь падеж родительный, здесь падеж родительный. В прошедшем времени мы используем не было. В будущем времени у подруги не будет кота, собаки, яблока, книг. Опять используем форму не будет. В настоящее время мы будем использовать просто слово нет. У подруги нет кота, нет собаки, нет яблока, нет книг. Понимаете это? Отлично! И сейчас мы посмотрим следующую конструкцию. Кто был, была, были, будет, будут, где? Кто – это именительный падеж, падеж один. Где – это предложный падеж. Падеж шесть. Давайте прочитаем примеры. Я был или я была в парке. Я был, говорит мужчина. Я была, говорит женщина. Они были в парке. Понимаете, как мы используем единственное и множественное число в прошедшем времени. Давайте вместе сделаем будущее время. Я буду в парке. Отлично! Смотрите, здесь мы изменяем глагол быть по лицам. Мы говорим я буду, ты будешь, он, она будет, мы будем, вы будете, они будут. Здесь все очень просто. И если это множественное число, мы говорим они будут в парке. Да, поэтому вот здесь вы можете еще написать плюс другие формы. Буду, будешь, будем, будете. Понимаете конструкцию? И мы посмотрим вариант этой конструкции, когда у нас есть отрицание. Здесь мы говорим кого не было, не будет, где? Кого – это родительный падеж, падеж два. Где – это предложный падеж? Падеж шесть. Сравните эти конструкции. Здесь есть субъект. Кто? И есть предикат. Будет – будут. Здесь нет субъекта. Есть только предикат. Опять мы используем формы среднего рода, потому что нет субъекта. Давайте прочитаем примеры. Прочитаем сначала примеры в будущем времени, а потом вместе сделаем в прошедшем. Меня не будет в школе. Меня – это родительный падеж. В школе – предложный падеж. мы используем не будет. Только одна форма. Их не будет в школе. Тоже используем форму не будет. Здесь неважно множественное число или единственное. Только эти формы. Давайте сделаем эти предложения в прошедшем времени. Меня не была в школе. Их не была в школе. Правильно. Итак, я надеюсь, что вы запомнили эти четыре конструкции, но у нас впереди есть еще одна конструкция, которую нужно посмотреть. Итак, вот конструкция, о которой мы тоже должны с вами поговорить. Это конструкция со словами сколько, много, мало, несколько. После этих слов мы используем родительный падеж множественного числа. Например, сколько людей, много студентов, мало учеников, несколько пассажиров. И в отрицании и в утверждении мы используем слова было, будет или не было, не будет. Плюс, например, предложный падеж или падеж 6. Давайте посмотрим примеры. Много студентов было, будет на занятии. Несколько человек не было, не будет там. Прошу вас также обратить внимание на слово человек. Мы можем сказать несколько людей или несколько человек. Более подробно я потом расскажу в другом видео об этом. И это последняя конструкция, о которой я хотела вам рассказать. А сейчас мы посмотрим с вами вместе на одно маленькое упражнение. Сделаем его, чтобы вы потренировались использовать слово быть, глагол быть в прошедшем, настоящем и будущем временах. Давайте вместе прочитаем первый диалог. Раньше у тебя кот. Нет, у меня никогда не кота. А у меня кот завтра. Завтра мой день рождения. День рождения – это праздник, день, когда вы родились. Пожалуйста, подумайте и проверяйте ваши ответы. Итак, у тебя был кот. Это утвердительная конструкция. Кот – подлежащее, был, сказуемое. Субъект – предикат. Кот – он. Никогда не было кота. У кого не было кого. Здесь нет субъекта, только предикат. А у меня будет кот завтра. Кот будет. Кот – он. Завтра – будущее время. Хорошо, читаем. Маленький диалог номер два. Вы вчера на лекции. Вчера нас не, но завтра мы. Подумайте и проверяйте. Вы были вчера на лекции. Вы – субъект, были – предикат. Нас не было. КОГО не было. Мы можем сказать нас не было на лекции. Конструкция КОГО не было. Но завтра мы будем на лекции. Мы – субъект, будем – предикат. Понимаете номер два? Хорошо. И читаем номер три. Сколько гостей вчера на празднике? Подумали? Проверяйте. Я надеюсь, вы запомнили, что после слов СКОЛЬКО, МНОГО, МАЛО, НЕСКОЛЬКО мы используем только эти две формы. У нас есть слово ВЧЕРА. Мы понимаем это прошедшее время. Есть слово СКОЛЬКО. Значит, мы используем форму БЫЛА. Я надеюсь, что это было нетрудное упражнение, и вы все сделали правильно. Но, как всегда, внизу, в описании к этому видео, я оставлю ссылку на онлайн-упражнение и на диктант, чтобы вы смогли еще немного потренироваться использовать глагол БЫТЬ в разных конструкциях. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующий понедельник в 9 часов утра, и я буду рассказывать о другой интересной теме. Пока!